Я помню, когда сделали печать фонда, и там было написано по кругу благотворительный фонд помощи хосписом Вера. Я пришла к Вере Васильевне с этой печати, мы взяли листочек и стали ставить печать. Это было начало фонда. Вообще, конечно, начало фонда было чуть раньше, в том же году, когда стало очевидно, что Вера Васильевна сама тяжело больна, и придется хосписное дело продолжать без нее. Все было страшно. Было страшно, потому что было непонятно, как без нее люди будут доверять, и доверять деньги, и доверять свое нам время и силы. Оказалось, что от того, что Вас много, есть масса видов помощи, о которых мы сами даже раньше не задумывались. Есть люди, которые присылают своих водителей для того, чтобы они помогали нам с доставкой оборудования медицинского, помогали бы возить пациентов. Есть люди, которые покупают и приносят мандарины нашим пациентам к Новому году. Есть люди, которые понимают, что у них денег немного, но эта тема так захватила их, и так им понятно и близка, что даже из своих небольших доходов они ежемесячно переводят нам деньги. И спасибо всем тем, для кого это как гигиеническая процедура. Знаете, пусть 100 рублей, пусть 300, пусть 1000, но регулярно без нее уже не чувствуешь себя человеком, и Вас много. Спасибо тем, кто отмечает день рождения свой в пользу фонда помощи хосписам Вера и присылает в хосписы корзины цветов или подарки, которые собраны специально не для Вас, а для наших пациентов. Спасибо тем, кто приходит и становится у нас волонтером. Это самые замечательные люди на свете, которые, живя в этом сумасшедшем городе, находят время и силы для того, чтобы отдать его тем, кого уже нельзя вылечить, но кому можно помочь. Сейчас на самом деле тоже бывает страшно, потому что мало денег. Но только причина в другом, не потому что вы их мало даете, а потому что за 10 лет фонд Вера сумел вырасти так, что мы позволили себе взять на себя достаточное количество обязательств, чтобы на нас рассчитывали уже не только тут, где есть выездная служба и 30 пациентов, которые находятся в стационаре, а в 60 хосписах по всей стране, дети из десятков городов и их родителей, чиновники, между прочим, которые очень много данных для своей работы берут из статистики фонда Вера. Врачи и медицинские сёстры, которых мы обучаем, а это самое главное, потому что палеотивная помощь – это прежде всего руки врачей и медицинских сестёр. А их руки надёжны тогда, когда они в том числе из ваших денег получают достойные зарплаты. Я очень хочу, чтобы вы и ваши друзья и все те, кто ещё не с нами, оставались бы с нами, потому что даже если все наши усилия не напрасны и палеотивная помощь улучшится и будет больше денег государственных в этом, мы всё равно без вас не обойдёмся, потому что нашим пациентам нужны рядом всегда дополнительные руки. Им нужно время, им нужно внимание, им нужна любовь и забота, им нужны ваши подарки, им нужны эти цветы, им нужны арбузы осенью, мандарины под Новый год. Это никогда не сделает никакое государство. Это могут сделать только неравнодушные люди. И спасибо за то, что вас так много. Субтитры создавал DimaTorzok